Молодые люди тренируются, чтобы стать следующими индонезийскими чемпионами по боксу. Но этот спортивный клуб в городе Бандунг на острове Ява – непростой. Он принадлежит реабилитационному центру, где лечат от наркотической зависимости. Его основали пятеро индонезийцев, которые смогли отказаться от пагубной привычки и захотели помочь другим сделать то же самое. Тренировки проходят пять дней в неделю. Вторники и четверги зарезервированы для профессиональных боксёров. «Бокс – это вид спорта, который стимулирует выработку эндорфина, серотонина и дофамина. Это сглаживает последствия от приёма наркотиков и позитивно влияет на самочувствие. Это помогает бывшим наркозависимым держаться от наркотиков подальше». В клубе приветствуются все – от тех, кто находится в процессе отказа от наркотиков, до тех, кто просто хочет выйти на ринг. Основатели клуба говорят, что сделали это намеренно, чтобы в обществе стирались предубеждения в отношении бывших наркозависимых. Сегодня здесь 200 зарегистрированных членов от 12 до 45 лет. Это и музыканты, и учителя, и студенты, и художники. Из них бывших наркоманов только 80. Стоимость месячного абонемента – 11 долларов. Но для тех, кто проходит лечение в реабилитационном центре, занятия бесплатные. «Боксёрский клуб стал для бывших наркозависимых площадкой не только для тренировок, но и для взаимодействия с обществом. Когда они заканчивают обучение, то начинают лучше понимать, как взаимодействовать с внешним миром». 22-летний Ресну первый раз попробовал наркотики в 10 лет, попав в плохую компанию. Теперь же он восстанавливает здоровье и проявляет неординарный талант к боксу. За последние три года стал победителем нескольких местных соревнований. «Теперь я могу жить без наркотиков. До начала тренировок я не мог выйти из дома, не приняв дозу. Слава богу, бокс дал мне веру в свои силы». Лечение в центре также включает консультации с психотерапевтами, занятия медитацией и ароматерапию. Подобные частные клиники становятся в Индонезии всё более популярными, поскольку число наркозависимых по всей стране резко увеличилось. В апреле этого года стало известно, что оно достигает 1 миллиона 700 тысяч человек в возрасте от 10 до 59 лет. Причём в государственных реабилитационных центрах в 2015 году лечения получили только 42 тысячи человек. Таких заведений не хватает из-за недостатка финансирования.